Меня зовут Наталья Криева. Я приехала из Воронежа вместе со своими коллегами, супругом Юрием Кривом. В Воронеже образовалось Воронежское научно-практическое общество соционики. Кроме того, у нас более 5 лет существует в Воронеже представительство Российской Ассоциации Мональной Медицины. Воронежской области Юрий Алексич является директором представительства. Мы провели уже 9 конференций по Мональной Медицине и у нас в этом есть опыт. Сейчас мы очень активно сочетаем соционику и, скажем так, медицину. У нас есть свой центр, называется «Умножка формул» и занимаемся мы регуляцией двигательной системы. Вот Юрий Алексич Крива, он врач. Пожалуйста, Мональный терапевт. Как красиво. Соционик, он с 91-го года, то есть, в принципе, давно со своей юности познакомился. Это журнал «Наука и жизнь», и дальше уже, суть не говоря, шагает с ними. Здесь, к сожалению, затемнена фотография. А можно свет выключить? Я думаю, вам известны уже теперь все, кто на этой фотографии. В 2012 году Юрий Алексеевич ездил вместе со мной в Киев и делал первый небольшой доклад о том, насколько сильно связана физиология и соционика. И конкретные свои видения как врача уже говорил об этом. Мы познакомились лично с Александром Тимовичем, с Олимом Богдановым, и мы с ними стали общаться на тему социологии. Здесь тоже уже представлены фотографии. Я думаю, всем известно, Григорий Александрович Шульман и Владимир Давыдович Дермак любезно согласились сфотографироваться. И нам, кажется, им наше почтение. Следите, пожалуйста. После этого в 2013 году Александр Тимович с Ольгой Богдановым приехали к нам в Воронеж и помогли организовать и провели базовый курс основ социологии. Все это проходило в Доме ученых, созвучно, как и в Киеве. И, собственно говоря, с этого, можно сказать, мы уже организовали ту ячейку, которая положила начало того, что в Воронеже люди стали иметь возможность, иметь место, обратиться туда, где им помогут в получении знаний, навыков и консультаций по социологике. Следите, пожалуйста. Ну, в эту поездку Александр Тимович осуществил одну из своих, ну, если не мечты, то очень своих больших желаний посетил костюмки. Это, кто не знает, там нашли маму-то. И во всем мире это место очень известно. И вот мы свозили и показали экскурсию. К сожалению, фотография не отображает. Вот здесь кости, там дальше еще кости. То есть, в принципе, это реальные кости. Их оставили на том же месте, где и нашли. И очень много людей, которые интересуются археологией, они, если же в других странах, ну, все хотят посетить, и многие посещают. В принципе, это место является известным среди узких специалистов. Следите, пожалуйста. Здесь информация о том, что в Воронеже отсутствовала организация до сего времени, о котором я говорила, где можно было получить и опыт, и знания, и консультации по социологике. Но совместно с Александром Ильичем и Ольгой Богдановной нам удалось все-таки начать полноценную профессиональную деятельность в Воронеже. Способы определения аспектов функций в блоках. Этим мы занимаемся ежемесячно, мы встречаемся один раз в месяц. Занимаемся изучением, вот, как раз тут все очень красиво. Юрий Алексеевич у нас очень научно умеет красиво все писать и думать. Способы определения аспектов функций в блоках, верификации типа, по типу информационного метаболизма человека, определение признаков августинавички Реймина, Букалова-Берн, современной соционики. И, попрошу обратить внимание на последний абзац, требовался способ для этого всего изучения, более объективный, достоверный, коррелирующий с другими физиологическими методиками. То есть, мы хотим сказать, что с помощью физиологии мы уже определили, нашли и применяем способ посредством. То есть, любой врач, который обладает навыками, врача, занимающийся регуляцией двигательной системы, может при знании соционики помогать лечить людей, если можно так сказать. То есть, это отдельный доклад, и моя задача сейчас познакомиться с вами, а не освещать эту тему. В принципе, в ближайшее время, вы можете и сегодня с ним поговорить на эту тему, но в ближайшее время будет полноценный доклад, где вам, я надеюсь, доходчиво, Юрий Алексеевич, немножко приземлиться и такими менее научными словами сможет объяснить и показать, продемонстрировать, главное, это время. Следующий, пожалуйста. У нас в 2014 году, в начале года Александр Литинович еще приезжал с базным курсом и со вторым курсом, на котором уже профессионалы смогли пополнить знания, связанные с менеджментом слаженной команды, и мы, собственно говоря, это сделали. Следующий, пожалуйста. Был у нас перерыв. Полтора года мы не проводили совместных мероприятий. Мы отделили соционику от всех событий и сумели возобновить общение. И в августе этого года смогли организовать вебинар, однодневный сначала, на котором выбрали уже более узкие темы, такого высокого уровня, где специалисты, которые знают основы соционики, смогли, скажем так, пополнить багаж своих знаний. В сентябре этого года мы провели еще один базовый курс. Видите, у нас уже, скажем так, в телевизоре. Александр Литинович и Ольга Богдановна. Здесь у нас проекты и мы продолжаем сотрудничать. И тема соционики, она не касается всего того, что не касается соционики. Поэтому мы считаем Александра Литиновича и Ольгу Богдановну специалистами экстракласса и с удовольствием с ними сотрудничаем. Следующий, пожалуйста. Здесь Юрий Алексеевич представляет вашему вниманию итоги того, что существуют физиологические тесты. Я дальше покажу вам. Покажите, наверное, следующее. Чтобы было понятно, о чем я говорю, есть так называемый фикционный тест. Ортопеды все о нем знают. И этот тест показывает симметрию и симметрию тела в зависимости от различных, скажем так, вмешательств физических и не только. И от этого меняется тело. И есть конкретные показатели, которые это показывают. Поэтому метод достоверен. Ортопеды, хирурги, мануальные терапевты используют их со своими, скажем так, целями. И не зная соционики, естественно, они используют их для лечения людей. Мы подключили знания и в итоге можем сказать о том, что есть результаты, которые доказательные, назначенные и достоверные. Ну, тут показывают врач, хирург, ортопед, который показывает вам как раз фиксионный тест. И заголовок применения в соционике и физиологических тестах диагностики лечения детей с нарушениями заболевания бродовиктивных аппаратов. То есть соционика помогает нам улучшить качество оказанных услуг в области регуляции длительной системы. Это касается детей и взрослых. А вы назад вернете? К первому. Да, ну, доброго здоровья и назад. Еще назад. Вот где было проведение, на самом деле, чуть-чуть поподробнее сказать, потому что очень интересно. Вы хотите именно сам тест или все? Нет, нет, нет. Это вопрос по статусу сообщества. Нет, 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 далеко. Ну, не важно, как вы. Текст можно показать? Текст, да. Скажите, что вас интересует опять. Сам действительно опыт, общественный статус. Вы имеете в виду только коммунальная медицина у нас? Нет, нет, вот это вопрос, что научно-практический сообщество не было. Научно-практический сообщество. Это действительно зарегистрировано. Да, формы собственности и так далее. Знаете, закон позволяет нам регистрировать общество, любому сообществу людей, без юридической регистрации. Это, значит, собрание, в общем, обычный статус. Самоорганизующее сообщество, это так? Да. Понимаете, как, это не сро. Нет. Не надо объединять это понятие с общественной организацией. В законе так и прописано. Это общественная организация. И она именно так и обозначается. И любое, ну, почти любое из общественных объединений, именно общественная организация, если она не ведет к какой-то деятельности, которая требует регистрации юридической, то она может существовать вот в таком виде. Собственно говоря, по этому пути идут объединения общественные в медицине, и в том числе общество мануальной медицины, и в Воронеже таким образом существует. Но дальнейшее развитие, конечно, оно чаще всего приводит к тому, что это требуется юридическая регистрация. Вот, это и медицинские общества также развиваются, но не все, потому что многим этого не надо. Это несложно. Весь этот пакет документов, он, собственно говоря, есть, это сама процедура по себе, она обычная, там, сложности не постараюсь. Что позволяет проводить? То есть, какая деятельность в ракуре? Мы можем себя представлять в государственных органах, мы можем представлять себя перед другими научными организациями. Собственно говоря, мы обладаем всеми правами общественной организации. Ну а вот в плане проведения обучающих мероприятий, приглашения экспертов для обучения, вы же сами это проводите раз в месяц. Это как вписывается в вашей деятельности? С точки зрения того, что вы сказали, что не коммерческая коммерческая коммерческая. Коммерческая коммерческая коммерческая. Обычно это общественная организация, которая проводит собственные собрания. В законе, в уставе это прописано, там могут быть любые действия, которые не связаны с заработком денег, вы понимаете? Деньги тоже могут использоваться общество, но на собственные нужды, и это не требует юридической регистрации так же. То есть, это как и другие моменты. То есть, в этом плане, так и построены работа общества. У нас вопросы какие-то есть. Мы, собственно говоря, тематический план строится таким образом, что базовый курс и последующие курсы, которые были преподаны Букавову Макарпенко, они затем на занятиях, на семинарских занятиях разбираются. Вот, собственно говоря, это основная тема работы общества, это поддержание знаний. Продолжение следует...